Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию международного межвузовского кампуса в Самаре, который создается по нацпроекту «Наука и университеты». Были рассмотрены детали архитектурной концепции кампуса. Напомним, регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина. По словам главного архитектора проекта, при проработке проектного решения полностью увязаны зеленые зоны района и кампуса. Это будет парк с системой пешеходных маршрутов, который отделит также учебную зону от жилой и будет доступен для горожан. При проектировании учли мнение всех будущих пользователей кампуса. В этом году было проведено 7 стратегических сессий с представителями вузов, институтов развития, потенциальными индустриальными партнерами, жителями города и студенческим советом кампуса, созданным в рамках соучаствующего подхода к проектированию. Выборы президента России вышли в активную фазу. Прошли съезды политических партий, по итогам которых выдвинуты кандидаты на должность главы государства. Чтобы выборы прошли максимально открыто, честно и легитимно, за ходом голосования будут следить независимые наблюдатели. О том, какие задачи стоят перед общественниками, говорили на заседании регионального штаба по независимому наблюдению за выборами. Подробнее в нашем сюжете. Прописная законодательная база, безопасные формы голосования и масштабная система общественного контроля. Все эти созданные в стране условия помогут провести легитимные выборы президента в марте 2024 года. Об этом, а также о возможных сложностях, рассказано в докладе Ассоциации «Независимое общественное мнение». Его обсудили на круглом столе регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Специалисты определили важные моменты, касающиеся подготовки наблюдателей, новые законодательные нормы и ход предвыборных кампаний. Отдельно проговорили и про доступность избирательных участков. В Самарской области более 98% участков доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это выше, чем в среднем по стране. Мы здесь обратили внимание и на то, что помещения для голосования должны быть доступны не только для граждан здоровых, но и тех, кто ограничен своими возможностями по состоянию здоровья. Поэтому мы обсудили этот вопрос и будем контролировать. К круглому столу по видеосвязи подключились федеральные эксперты. В частности, один из авторов доклада, председатель Ассоциации «Ном» Александр Брод. Он пояснил некоторые моменты из напечатанной работы и отметил, что одним из главных вызовов предстоящих выборов будет противостояние попыткам саботирования выборов извне. Но, по словам специалиста, российская избирательная система к этому готова. Уже были заявления и международных структур, и отдельных политиков о непризнании российских выборов. Тем не менее, будут приглашения по линии ЦИК и Государственной Думы, Совета Федерации, политикам, экспертам тех стран, которые захотят приехать и проконтролировать ход избирательного процесса. Большое внимание эксперты уделяют и работе средств массовой информации. Именно они могут оперативно и объективно показать действительную ситуацию на участках. Не случайно в состав штаба по независимому наблюдению за выборами вошли руководители самарских СМИ, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. За эту работу по итогам избирательных кампаний 2021-2023 годов она была отмечена благодарственными письмами президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в этот раз в состав штаба вошли 15 человек. Это, помимо представителей СМИ, члены региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарского отделения Ассоциаций юристов России. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Его заместителями будут президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национально-исследовательского университета имени Королева. Именно этот штаб и будет координировать работу независимых наблюдателей на участках, а также проводить их обучение и подготовку. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Обеспечить слаженность работ. Профильным службам поставлены задачи по содержанию городских территорий в текущие и предстоящие праздничные дни. В Департаменте городского хозяйства и экологии прошло еженедельное рабочее совещание под руководством первого вице-мэра Самары Алексея Веселова. Какие работы предстоит выполнить, расскажем в нашем сюжете. На сегодняшний день за декабрь выпала почти месячная норма осадков. В концу недели эта цифра, по прогнозам синоптиков, как раз подойдет к 100% и, возможно, превысит. Поэтому службы благоустройства работают в усиленном режиме. За минувшие сутки в работах по сезонному содержанию дорог, общественных пространств и внутриквартальных территорий было задействовано 435 единиц техники и почти 4000 уборщиков. Текущие задачи поставлены на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое прошло под руководством первого заместителя главы Самары Алексея Веселова. Он напомнил, что повышенное внимание надо уделять уборке на спусках-подъемах проезжей части, лестницах, пешеходных переходах, остановочных площадках, подъездах к учреждениям социальной инфраструктуры. За эту неделю тоже просьба. Понятно, вроде как бы и снега мало, но тем не менее во дворах есть у нас проблемы, не все территории у нас расчищены. Параллельно с расчисткой выполняется обработка участков противогололедными материалами. Так, за прошедшие сутки использовали более 441 тонны, а всего за сезон свыше 9600 тонн. Специалистам, выполняющим эту работу, даны поручения, чтобы они не допускали перерасхода смеси. При принятии решения о целесообразности внесения таких материалов на тех или иных участках следует исходить и из состояния территории, и из погодных условий. Текущая ночь показала ряд замечаний, где, в принципе, излишне используются противоголедные материалы. Соответственно, с подрядчиками будет проведена непосредственно работа, потому что, в первую очередь, антигололедные материалы нужны для того, чтобы не образовалась наледь и не скатывался снег. В текущих условиях не всегда это было необходимо использовать, то есть достаточно было у одного участка именно расчистка только щеткой. В обработке прежде всего нуждаются места, где наледь возникает довольно быстро, например, в районе выхода скатных крыш на тротуар, в районе водостоков. Не менее важно качественно и своевременно расчищать сами скатные кровли. В этих работах по всему городу сегодня участвовали более 40 бригад. В основном они ведут очистку по периметру крыш, чтобы предотвратить скопление наледи. Кроме того, на совещании первый заместитель главы отметил важность отработки взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, чтобы быстро ликвидировать последствия тех или иных ситуаций на инженерных сетях. В рамках подготовки к праздничным дням проведена и работа с региональным оператором по обращению с ТКО, поскольку выходные и контейнерные площадки быстро наполняются. В райчные выходные все мы понимаем, что нагрузка возрастает. Обратите на это внимание, я знаю, что вам уже эту информацию доводили, но тем не менее еще раз посмотрите, чтобы доступ был. В ДК до выходных для большинства горожан службы благоустройства и коммунальщики отдыхать не будут. Дежурность числа персонала определены, соответствующие графики сформированы и утверждены. В том числе предусмотрели наличие аварийно-восстановительных бригад. Алексей Веселов поручил специалистам районных администраций и муниципальных служб благоустройства еще раз проверить готовность всех служащих, которые будут заступать на дежурство в предстоящие выходные. Важно сработать настолько слаженно и оперативно, чтобы минимизировать количество обращений граждан. Каждая, в том числе полученная через соцсети и мессенджеры, будет оставаться на контроле до полного исполнения задач. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Осторожно, тонкий лед. Сотрудники МЧС предупредили жителей Самары об опасности, которая поджидает их на водоемах. Специалисты регулярно проводят профилактические беседы с детьми и рыбаками. Что делать, если все-таки провалился, и как заранее обезопасить себя, расскажет Ксения Баканова. Теплая одежда, удочка, бур и емкость для улова. Стандартный набор любителей зимней рыбалки. Даже снег и сильный ветер не останавливают, рассказывает Андрей Антипов. Скорее наоборот, это своего рода экстрим. О том, насколько прочный лед под ногами, мужчина не знает, признается. Процесс так затягивает, что безопасность – это, как говорится, дело последнее. И даже после предупреждения инспектора ситуация не меняется. Двое подростков лед так и не покидают. Что это? Интерес или простое любопытство? Об этом остается только догадываться. В Самаре лед еще не окреп, рассказывает Сергей Ведерников. Риск провалиться есть всегда. Ведь от несчастных случаев никто не застрахован. Самое главное – не паниковать. Постараться с себя снять тяжелую одежду, если это получится, звать на помощь, ну и обратно выбираться в том же направлении, в котором попали, соответственно, в эту маму. То есть двигаться так – это важно. Огонь и вода ошибок не прощают, гласит известная народная поговорка. Если первая стихия у человека всегда вызывала стойкое чувство опасности, то второй, как правило, люди большого значения не предают. А зря. Специалисты отмечают – цифры статистики пугающие. И с каждым годом несчастных случаев становится больше. За период 2023 года у нас произошло 72 происшествия на водных объектах Самарской области, в результате которых 59 человек погибло, в том числе пятеро детей. Конечно, рыбаки у нас на льду, мы с ним проводим беседу, в ответ слышим, уже такие претенденты были, я уже провалился, я выбрался. Сотрудники МЧС постоянно ведут работу с населением, устанавливают предупреждающие знаки, раздают листовки. Однако толку мало, ведь чем больше запрещаешь, тем больше хочется. А если вы все-таки решили выйти на лед, то к этому необходимо правильно подготовиться. Важно иметь при себе спасательный конец Александрова, либо любую другую прочную веревку. Если носите рюкзак, то лучше это делать на одном плече. Так будет проще его скинуть в случае опасности. Специалисты говорят, важно обращать внимание и на прогноз погоды. В случае потепления лучше отказаться от выхода на лед, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах. Обладатели водительских удостоверений с категориями А, Б, С и Д отныне могут водить квадроциклы и снегоходы. Права тракториста-машиниста для этого больше не потребуются. Соответствующий закон в понедельник подписал президент Владимир Путин. Поправки уже действуют. При этом мотоциклисты получили право водить спецтехнику без ограничений. А водители автомобилей, грузовиков и автобусов при наличии договоров аренды и предварительного инструктажа. В Самарскую область поступила новая партия вакцин «Спутник Лайт» для профилактики коронавируса. Медучреждения, регионы и пункты вакцинации получат более 37 тысяч доз. Прививка поможет предупредить опасные последствия коронавируса у пациентов из групп «Риска». В Самарской области пока рост заболеваемости вирусными инфекциями небольшой, отмечают в Минздраве – около полутора процента. Поэтому в регионе не планируется вводить масочный режим в новогодние праздники. В России, по данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость вирусными инфекциями выросла на 6,5%. В Самарской области из-за вскрытия льда на Волге ориентировочно с 27 декабря возобновят движение омиков на маршруте «Самара-Подгалятино». Первый рейс из Самара отправится примерно в 12.00, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. Самарцы смогут приобрести билеты в здании речного вокзала, либо на теплоходе. Расписание движения судов может измениться из-за ухудшения погоды и ледовой обстановки на маршруте. В этнопарке «Дружба народов» 5 января пройдут новогодние гуляния. Гости смогут принять участие в экскурсиях, заняться активными видами отдыха, сделать памятный новогодний подарок. А сказочные герои проведут развлекательную программу для всей семьи. В программе с 10 утра до 6 вечера мини-экскурсии в национальных подворьях. С 11 до 14 часов катания в санях. С 12 до 18 будет работать сказочная мастерская, где можно изготовить рождественский венок, драконы из бумаги и фетра, создать новогодние игрушки. К субботе на территории прогулочной аллеи возле стадиона «Самара-арена» обустроят олимпийскую деревню в тематике грядущего года семьи. Под названием «Семейные традиции». Там можно будет покататься на лыжах, коньках, стать участниками забегов и поиграть в керлинг, снежный регби, хоккей. На аллее появится выставка «Планета», а для маленьких гостей по расписанию будет работать сказочный дом Деда Мороза. Площадка будет открыта для жителей и гостей города в течение праздничных дней с 30 декабря по 8 января. Дети участников специальной военной операции посетят Кремлевскую елку в Москве. На железнодорожном вокзале ребят провожали представителей Госфонда «Защитники Отечества», которые организовали эту поездку. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Первая поездка на поезде в столицу, да еще и на Кремлевскую елку – мечта каждого ребенка. Она стала реальностью для детей участников специальной военной операции. Очень приятно было, что нам позвонили, предложили на эту елку попасть. Я думаю, воре впечатление, потому что дети едут первый раз на поезде и в Москву, в принципе. Они даже меня в этом году сами просили. Мам, поехали в Москву, повели, ну, потом как получится. А тут прям, я говорю, в кон попали. Погулять по столице, увидеть Деда Мороза и получить подарки в Кремле отправились ребята в возрасте от 12 до 15 лет. Представляю очень много народу и везде все горит, но еще особенно, или вечером загорается много огней и очень красиво. Детей ждет не только главная елка страны, но и экскурсия по городу. В программу входит посещение Музея Победы и выставка «Россия» на ВДНХ. Такое событие важно, и я благодарна региону, что поддерживаются такие инициативы, что есть такие выездные мероприятия для ребят. Это очень хорошая возможность посмотреть, во-первых, сам город, а также зарядиться, как я уже сказала, новогодним настроением. Мероприятие было организовано Государственным фондом «Защитники Отечества». Фонд оказывает помощь ветеранам и семьям участников специальной военной операции. Многие из детей действительно посетят нашу столицу впервые. Мы надеемся, что это принесет им очень много впечатлений, предновогоднее настроение. В Москве ребята увидят главное новогоднее представление. Встретятся с любимыми сказочными персонажами. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Классические постановки, в которых порой звучит ирония над замыслом авторов. Самарский муниципальный театр драмы «Камерная сцена» отметил юбилей – 30 лет со дня создания. Каким был задуман театр и что удалось воплотить в жизнь, рассказал его основатель и бессменный режиссер Софья Рубина. Подробнее в нашем сюжете. Они ставят классику и, хотя при этом не меняют сюжет, их герои ведут себя иначе. В рассказе Бунина «Солнечный удар» главной героине говорит лишь одну фразу. В театре «Камерная сцена» у нее есть текст. В рассказе Пушкина, станционный смотритель, у Дуни вообще нет текста, а на сцене она вовсю беседует с Минским. 80 премьер за 30 сезонов. Самарский театр драмы «Камерная сцена» отметил юбилей – 30 лет со дня создания. Его основала Софья Рубина, которая и сейчас является художественным руководителем театра. Я знала, какой я хочу сделать театр. Театр должен быть обязательно театральным, где играют с пространством, со смыслами. Где небуквальные, небытовые декорации и костюмы, небытовое решение. При этом сохраняя не букву, но дух автора. Мы спорим с Пушкиным, шутим над Пушкиным и говорим. Вот мы от начала до финала верим, а в финале не очень. Мы не верим, что так легко все закончилось с этим Гриньевым, который за связь с Пугачевым попал в тюрьму. Это немножко сказочный финал, говорим мы, Александр Сергеевич. Поэтому, извините, мы немножко с вами поспорим и спародируем этот финал. Можно играть текстом, можно все, что угодно на сцене, потому что театр – это игра. В 95-м году театр получил статус муниципального, а в 2002-м городские власти предоставили коллективу здание – памятник архитектуры и культуры, построенный архитектором Щербачевым в начале 20-х годов. В 2007-м году там сделали ремонт, а в 2018-м зданию был возвращен первоначальный архитектурный облик. Сейчас в рамках нацпроекта «Культура» театр закупил новую световую и звуковую аппаратуру, отремонтировал зрительный зал. Скоро там появятся новые комфортные кресла. От лица района хочу поблагодарить вас за те мероприятия, которые вы проводите для жителей нашего района. Конечно же, пославляете Самарский район, Самару, Самарского губерния в целом, на больших площадках. Всего вам самого-самого доброго, самого хорошего. С 2014-го года театр является организатором Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы», на который съезжаются театры со всей страны. Из Москвы и Петербурга, Ульяновска, Липецка, Тамбова, Казани, Орла и других городов. Мы приехали поздравлять с юбилеем. Мы сами тоже недавно отвечали с юбилеем. Я знаю, какое это волнение и как это всегда приятно. Мы дружим с этим театром. И Софья Борисовна, она к нам приезжает на спектакли. Мы здесь были. Поэтому нам приятно с моим учеником и артистом нашего театра «Колесо» поздравить. Для гостей, в числе которых были и коллеги по театральному цеху, и преданные зрители, юбиляры приготовили капустник. А в январе зрителей ждет премьера. Спектакль «Золушка» с яркими эффектными костюмами. Виктория Шарой, Игорь Казановский. События. А в театре «Самарская площадь» прошел бенефис ведущей актрисы Елены Остапенко. Ей поддаются любые роли. А поклонники ценят не только актерский талант, но и вокальные данные. Для праздника артистка выбрала формат творческого вечера. На нем побывала съемочная группа событий. Мастер сцены, так называют коллеги, актрису Елену Остапенко. Более 10 лет она работает в театре «Самарская площадь» и задействована более чем в 20 спектаклях. Ей поддаются любые роли. Это то, что можно назвать синтетической актрисой. Она действительно не только владеет виртуозно, актерским мастерством, причем широким диапазоном. То есть тут роли и драматические, и комические, и возрастные. То есть просто действительно очень широкий диапазон актерский. Плюс вокал, я считаю, профессиональный. Плюс танцы. То есть двигается она тоже очень профессионально, потому что в прошлом спортсмен, в прошлом танцор. То есть у нее очень такая богатая деятельность до театра. Когда я беру Лену, я четко знаю, она поднимется до хорошего уровня и исполнит какую-то свою новую роль. Очень хорошо. В спектакле «Фанатки», последняя наша, премьера, у нее есть роль, где она в конце танцует на экране. И даже этот танец на экране вызвал аплодисменты. Я сказал, Лена, бенефисная роль оказывается. Для своего бенефиса актриса выбрала форму творческого вечера от чтения стихов, исполнения любимых песен, рассказ о детстве, юности, педагогах и наставниках. Высоко над землею кружит, стоят, если смотреть наверх, кружится голова. Безусловно, Елена берется своим профессионализмом в первую очередь. Ей, в общем-то, хорошо очень даются и комические роли, и какие-то такие более трагические. Личность целостная и вообще интересный человек в общении. Хотелось лично поздравить, поблагодарить за те минуты, которые мы когда-то проводим вместе. Бывает, выбираемся. Актрису пришли поздравить родные, друзья, коллеги и поклонники творчества, с которыми после концерта состоялось неформальное общение. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Внутригородские районы активно готовятся к новому сезону благоустройства дворов по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре по нацпроекту обновили 51 двор. В новом году благоустроят 47 дворовых пространств. Администрации железнодорожного и советского внутригородских районов Самары в настоящее время участвуют в электронном аукционе по выбору подрядных организаций, с которыми будет заключен контракт на благоустройство дворов. Жители Самары определяют приоритеты в благоустройстве дворов. Горожане выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты, сообщает телеграм-канал «Вести с дворянской». В администрации Ленинского района провели совещание с руководством управляющих компаний и представителями микрорайонов. В каждой компании района составлен график дежурств и закреплены ответственные на выходные дни. В особом фокусе обеспечение антитеррористической безопасности и контроль за общественным порядком, сообщает телеграм-канал Ленинского района. В преддверии Нового года Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки организовали автобусную экскурсию «Новогодняя Самара» для детей-инвалидов. Дети увидели красоту праздничной Самары, яркие огни ёлок, украшенные улицы и почувствовали праздничную атмосферу к приближению Нового года и Рождества. Новое мобильное приложение «ГИС ЖКХ Госуслуги.Дом», которое поможет собственникам квартир решать все вопросы ЖКХ через смартфон. Для работы потребуется учётная запись госуслуг. В приложении работает специальный раздел, который поможет лучше разобраться в теме ЖКХ. Напоминает телеграм-канал промышленного района. Не стало нашей коллеги Светланы Тимофеевой. Журналист с 20-летним стажем. В прошлом – криминальный обозреватель. Последние два года Светлана работала в телекомпании «Самара ГИС». Делала уникальный для России проект «Зоопатруль» о помощи безнадзорным животным. Прощание со Светланой состоится 27 декабря на Держинского, 27, с 14 до 15 часов. Команды телеканала выражают глубокие соболезнования родным и близким. На этом выпуск подошёл к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова